С начала этого года в границах Кавказской дистанции электроснабжения зафиксировано три случая травмирования подростков электрическим током. Поднимаясь на крыши вагонов для опасного селфи, мечтая получить дозу адреналина, молодые люди забывают о том, что напряжение в контактной сети превышает 27 тысяч вольт. При электроударе такой мощности сгорает мышечная ткань. Ожог 50-80% навсегда приведет к инвалидному креслу. И это в лучшем случае. Игры со смертью обычно заканчиваются летальным исходом. В марте месяце зарегистрирован факт травмирования несовершеннолетнего. Данный факт произошел из-за того, что несовершеннолетний залез на вагон цистерны и хотел сделать фотографию селфи. В результате чего был травмирован электротоком контактной сети со смертельным исходом. Очень часто плохой пример подают взрослые, которые пренебрегают правилами безопасности и переходят железнодорожные пути в неположенном месте. В прошлом году на участке, который находится под контролем Армавирского отдела линейной полиции, погибли 10 человек. В этом году из-за своей невнимательности также страдают люди. В августе месяце текущего года зафиксирован факт травмирования женщины на объектах железнодорожного транспорта. Данное травмирование произошло из-за несоблюдения правил нахождения на объектах транспорта. Также в этом году у нас зафиксирован факт травмирования несовершеннолетнего. Данный факт был со смертельным исходом. Чтобы предупредить травматизм на железной дороге, сотрудники линейного отдела полиции Армавира регулярно встречаются с подростками. В школах проводят лекции и уроки безопасности, раздают памятки, выкладывают статьи на интернет-порталах. Печальное то, что сами взрослые показывают детям, как себя неправильно вести на объектах транспорта. Зачастую мы видим, как взрослый человек ведет своего несовершеннолетнего ребенка через ЖД-пути, хотя рядом находится или переходной настил, или переходной мост. В первую очередь железную дорогу нужно переходить строго в установленных местах. Это по железнодорожным переходным настилам, специализированным мостам, туннелям. Самое главное помнить, железная дорога – зона повышенной опасности. Даже при экстренном торможении состав не может остановиться мгновенно. Контактная сеть электропередач под огромным напряжением, которое моментально передается рядом стоящему человеку. Перед тем, как залезть на вагон, надо подумать, стоит ли из-за сотни лайков проводить всю оставшуюся жизнь в инвалидном кресле. Лариса Юровская, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.